Говорили о многом экологических проблемах, катастрофическом оттоке населения. Главное, в чем сошлись многие эксперты, это в том, что нужно сделать так, чтобы Алтайский край был максимально вовлечен в глобальные процессы. Так, экономисты видят выход во включенности алтайских производителей в цепочке создания продуктов. Уже имеющийся пример мясорубка, производимая алтайским ротором. Около 80% деталей там из других регионов и из-за рубежа. При этом мало проработанный пока момент защита интеллектуальной собственности. Оказывается, китайцы научились ее подделать и продавали ее по брендам ротор, но, как бы сказать, не увидели. Узнали об этом случайно, тогда и поставили на гарантию никому мясорубку. Сельское хозяйство – один из столпов алтайского реального сектора. Но здесь, по мнению экспертов, краю необходимо уравнять в возможности крупные холдинги и небольшие хозяйства, в частности, в получении государственных субсидий. На сегодняшний день основные виды госходежных получают крупные холдинги. Мы, конечно, 100% собираем. Может быть, вообще убрать господдержку? 2%? 2% на 30 лет всем. И крупные холдинги и небольшие субсидии предприятия. При этом мелкие хозяйства, по мнению Олега Махнакова, будут эффективнее работать в составе кооперативов. А по сбыту продукции ориентироваться на азиатско-тихоокеанский регион. И ближе, и конкуренция пока меньше, чем в европейской части. А вот область, которую, по мнению ряда экспертов, сильно недооценивают – это IT-сектор. Бизнесмен Денис Газукин уверен – сфера разработки программного обеспечения может стать локомотивом для экономики края. По моим расчетам, количество денег, которое привлекает эта отрасль, заметьте, за пределами Алтайского края и за пределами Алтайского края. И за пределами России, в России и в Алтайский край – это около 10 миллиардов рублей в год. А это для принимания примерно 10% бюджета Алтайского края. Но чтобы отрасль стала настоящей точкой роста региона, нужно решить проблему кадров. По его словам, пока высшее профессиональное образование в крае меньше всего ориентировано на информационные технологии. Если алтайские вузы начнут выпускать больше айтишников, это значительно насытит и разовьет перспективную отрасль. Одно из самых необычных решений предложил депутат Барнаульской городской думы 5-го и 6-го созывов Иван Куц – перенести горную зону «Сибирская монета» в Тальменский район. Близость Новосибирской области и трассы «Алтай-Кузбасс» сделает ее более доступной и популярной. В целом же, по мнению федерального эксперта Дмитрия Орлова, образ Алтая в представлении экспертов пока не самый радужный, но далеко не безнадежный. Эксперт видит образ будущего алтайского края в следующем. Это динамично развивающийся регион в целом ряде отраслей – от сельского хозяйства до IT-технологий. Это регион, в котором хорошо, эффективно, приятно жить. При этом, отметил Дмитрий Орлов, для полноценного развития краю не обойтись без разного рода субсидий. И за них, уверен он, нужно буквально бороться как властям, так и представителям бизнес-сообщества. А подобные круглые столы, направленные на поиск точек роста региона, по его мнению, должны стать регулярными. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости. Продолжение следует...